у нас сегодня с вами второй урок вот немного повторим что мы брали на прошлом уроке возьмем что-то новое начала вместе с вами давайте вспомним что у нас было по курану еще раз из куран сказали это слова аллах спана талия что подразумевает под этим что подразумевается если мы говорим слова аллаха спана талия значит что это священные слова ну да то есть куран это слова аллаха спана талия то есть если мы говорим слова аллаха тем самым мы что исключаем что не ложное не правильно не ну мы за это не говорили еще то есть если мы причисляли слова к аллах спана талия значит что это означает что это надо читать нет нашел на священную это другое вот меня интересует то что мы с вами говорили то есть мы можем еще добавлять что то есть есть еще раз повторяю что если мы говорим что это слова аллах спана талия то значит мы исключаем что это эти слова относятся к человеку да к человеку или с каким-то созданием аллаха спана талия то есть мы причисляем это эти слова только к аллаху спана талия то есть тем самым отрицая их например написание создание или создание или создание людьми там ангелами джинами да то есть причисляя их к аллаху спана талия то есть тем самым исключая вот принадлежность кому-либо другому хорошо когда мы говорили что они не спосланы да с эти слова не спосланы на сердце пророка мухаммада саллиллаху алейхи вассалям тем самым что мы исключили да то есть этими словами что мы исключили ну да это можно к первому сказать что это слова аллаха да что это не слова пророка мухаммада ну здесь тоже в принципе да что они не спосланы на сердце и как бы от аллаха спана талия но что мы исключали вот мы говорили сам что нет не это имелось ввиду да то есть пророк мухаммад действительно пророк да но не это имелось ввиду помните мы говорили с вами про разные писания которые были не способны какие были писания то что это самая важная книга типа библии библия евангелие да был инфирь даурад да и другие книги не спосланы и когда мы говорим что слова аллаха не спосланы на сердце пророка мухаммада тем самым мы исключаем все другие писания которые были до этого да то есть мы исключаем что куран как бы является например частью там торы да или исключаем что это часть там инжи или еще что хотя понимаем что были до этого книги действительно не спосланы аллахом субхана талия другим пророком да хорошо следующий пункт который хотелось с вами разобрать это то что аллах что куран он собраны между двух обложек да то есть у нас есть куран сейчас данный момент уже виде книги на то есть мы сейчас можем куран как вы виде книги открытие у каждого наверное есть куран дома да у всех есть куран дом да и все видели да то есть нас есть куран и то что внутри как бы собрана да как данный момент там есть еще какие-то вступительные моменты да а вот изначально первоначальном как бы вот виде когда был собран куран то были такие как сказать свитки так на которых были написаны суры и сверху и снизу как бы такие ну скажем дощечки или обложки до которые как бы их собирали сейчас так как обложка например сверху более твердая снизу и мы уже понимаем что вот книга но раньше таких вот еще не было таких книг да как вот сейчас но примерно что то в этом роде вот то есть то что собрано куран это или то что мы видим сейчас как книга да иншалла будем как-то сами рассказывать или разбирать историю как собирали куран так далее это является вот кураном да то есть вот это является кураном то есть данный момент мы можем как бы письменно увидеть уже в виде книги да то есть в виде книги но у нас есть устная передача у нас есть устная передача и письменная передача вот письменная в книге куране который вы можете там взять да вот мусоф есть еще устная передача вот когда мы читаем да и понимаем как же правильно читать какие правила там собраны то есть вот в данном случае собраны между вот этих двумя двух обложек следующее это то что в куране есть у нас 114 сур до 114 в нем 114 сур в куране и первая сура то есть начинается с суры какой аль-фатиха то есть первая сура которая если вы откроете куран она будет первая сура в куране это аль-фатиха и последняя сура это сура аннас мы с вами как раз вот ее начали разбирать читать на прошлом уроке да и будем продолжать а первая сура все ее знают знаете суру таль-фатиха молитву без нее нельзя делать да то есть сура таль-фатиха иншалла как то мне тоже ее подкорректируем посмотрим дойдем к ней без миля то есть это первая сура в куране то есть это первая сура вот если откроем куран 1 и аннас это последняя сура в куране вот то есть когда мы говорим что собраны между двумя обложками да то есть вот все в куране и начинается суры аль-фатиха и потом тут одна за другой сура стою 114 в общем то последняя из которых сура аннас и еще один путь который мы сегодня с вами разберем чем отличается допустим любая другая книга даже если она очень поучительная даже она очень важная полезная чем она может отличаться от курана несмотря на то что есть ну много каких-то полезных книг да то есть или даже вот по по религии может быть какая-то полезная книга так где рассказывается там про пророков про какие-то истории поучительные скажем да там про молитву и так далее но ни одна книга она не является ли ее чтение просто вот чтение да не не то что как-то там распознавание или понимание или изучение какой-то науки да это тоже может быть как награда за это в общем но только за чтение курана если вы читаете куран да конечно в лучшем в лучшем как бы проявлении насколько можно читать правильно да как было передано от пророка мухаммада саллаху алихи вассалям да то есть таким способом потом чтобы это было еще с понимание конечно это еще лучше да с размышлением и будем тоже как бы над этим работать без миля то есть само чтение курана уже само по себе является поклонением да то есть когда читаем куран это поклонение аллаху субханата али да потому что мы читаем книги или мы читаем книгу аллаха субханата али да это слова аллаха субханата али и соответственно и уже только за их чтение падает награда за каждую букву прочитали букву награда прочитали слова сколько букв награда награды за за каждую букву прибавляется хасанат в десятикратном размере. И чем больше, чем лучше читаете, тем увеличивается, иншаллах. И, конечно же, это все надо делать ради Аллаха Субханаталя. Конечно, знаю, что много чем можно увлекаться, не все увлеченно хотят читать Куран, но заочтение Курана, то есть уже даже если мы поразмыслим над тем, что это слова Аллаха Субханаталя, мы говорили, что Аллах сотворил всех нас, Он дает удел, Он дает все, что пожелает человек в радости или в горе, в какой-то нужде или в благодарности, Он должен обращаться к Аллаху Субханаталя, то есть или просить что-то, или просить, чтобы что-то от Него ушло, например, какое-то плохое что-то, какое-то горе, или наоборот, чтобы к Нему что-то пришло, какое-то благо, здоровье и так далее. Поэтому мы всегда обращаемся к Аллаху Субханаталя, и уже понимая, чья это книга, чьи это слова, и что это является поклонением, уже только это должно как бы в сердце давать такой росток любви к чтению Курана Субханаталя. Да, может быть, не всегда хочется от каких-то своих увлечений оторваться, но чтение Курана Субханаталя Аллаху Субханаталя дает награду, то есть это является поклонением, поклонением Аллаху Субханаталю. То есть поклоняться можно в разными способами, то есть мы молимся обязательно, то есть каждый день молитва есть, но и не только, уже сама мольба, дуа, то есть мы просим Аллаху Субханаталя о чем-то или благодарим за что-то, уже говорит о том, ну как бы есть связь такая, что связь между Аллахом и его творением, то есть человеком, которого сотворил Аллаху Субханаталю. Поэтому не забывайте, что когда мы читаем Куран, то это не просто чтение какой-то любой книги, которую мы открыли, и нам интересно или не очень, или мы хотим читать или нет, то есть это уже является поклонением, и нам уже такая вот копилка, которая виртуальная копилка, которую мы не видим, но в нее капают вот такие благие дела, то есть только за чтением. И чем больше вы будете как бы читать, тем больше у вас будет желание это делать, потому сначала бывает, когда я не привык к этому, ну так как-то не очень хочется, может, кому-то. А если будете читать, Аллах открывает, вот с искренним намерением, чтобы попросить Аллаха, что дай мне любовь к этому чтению, так как это является делом, которое Аллах, Субхану и Таалли, любит, поэтому можно попросить Аллаха, просто чтобы он, как бы ваше сердце, как бы такое расцвело в любви к этому поклонению. Хорошо. Иншаллах. Здесь понятно вам, есть у кого-то вопросы по вот этим пунктам? Нет, нет. Мухаммед, Малик? Нет, нет. Хорошо. Так, теперь вспомним, что мы на прошлом уроке говорили с вами, что такое истиаза. Аль-истиаза. Что она означает и когда мы ее произносим. Истиаза, да, это мы произносим ее, когда в начале чтения Корана. Перед тем, как собираемся читать, то есть перед началом чтения Корана. Хорошо. А что означает, что такое истиаза, что означает слова, и вообще какие-то слова в этих для начала? Аузубеля, именно Шайтан и Аджим. Ага, да. И что означает это? Прошу Аллаха... Пробегаю к защите Господа. Пробегаю к защите Аллаха. От зла того, что он сотворил. Не, не, не. Это чуть не такое, да. Вначале такое же, да. Пробегаю к защите Аллаха от проклятого шайтана. От проклятого шайтана, да, или шайтана, побиваемого камнями, да. Да, это из тянок. То есть мы читаем эти слова перед началом чтения, да, перед чтением Корана. Повторим еще раз это чтение, иншаллах, правильно, максимально, насколько сможем. Вот, и потом приступим к суре. Так, давайте из состиазы Мухаммад. Так. Только не ау-зу, а ау-зу-зу. А, ау-зу-билеги, мина-ш-шайтане-раджим. Угу, и та тверже. Мина-ш-шайтане-раджим. Ира, делай удвоено. Тверже. Мина-ш-шайтане. Мина-ш-шайтане-раджим. А-р-аджим. А-р-аджим. Угу, хорошо. Малик. А-у-зу-билеги. Билеги. А-у-зу-билеги. Мина-ш-шайтане-раджим. Мина-ш-шайтане. Тоже тверже чуть-чуть. Мина-ш-шайтане-раджим. И раз вместе. Мина-ш-шайтане-раджим. Мина-ш-шайтане-раджим. Так, хорошо. Ильяс. А-у-зу-билеги. Мина-ш-шайтане-раджим. Нет, не делай. Мина. Мина. Там нет удвоения. Мина-ш-шайтане. Раджим. Еще раз. А-у-зу-билеги. Мина-ш-шайтане-раджим. Угу, хорошо. Так, значит, вот перед началом чтения читаем стиазу. Хорошо. Это выяснили. Перед тем, как начать сур, первый аят все время, когда начинаем читать, то нужно произнести еще и басманы. Да, это бисмилеги. Руахмане-руахмин. Давайте сегодня эти аяты почитаем суры хором сначала. То есть я читаю. Потом вы все вместе включайте микрофон и вместе повторяйте. А потом каждый отдельно. Первый аят мой второй. Посмотрим. Может, первый и второй возьмем. Так, включайте микрофоны. Всем. Бисмиллахи ррахмани ррахим. Бисмиллахи ррахмани ррахим. Бисмиллахи ррахмани ррахим. Бисмиллахи ррахмани 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 ррахм Да, старайтесь когда хором начинать, или с таким же темпом, как я, чтобы у вас было в одну, как бы в один голос, а не каждый свою скорость, и получается по-разному. Хорошо, теперь начнем с первого и второй аят, возьмем сегодня, иншаллах. Так, начнем с бисмилля и первый и второй аят. Малик. Еще раз. Бисмилля и рахмани рахим. Вот отдельно скажи. Гирра. Бисмилля и рахмани рахим. Бисмилля и рахмани рахим. Удвоение рахмани рахим. Удвоение. Гирра. Ага, с начала. Бисмилля и рахмани рахим. Угу. Коль ауду би роббин нас. Ага, еще раз. У. Губы лучше вытягивай. Коль ауду би роббин нас. Хорошо, чуть дольше нуль. Би роббин нас. Коль ауду би роббин нас. Хорошо. Второй аят. Маликин нас. Угу, этот легкий. Давай еще третий. Илэфи хим. Нет, внимательно смотри. И лэфи. Илэхи. 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 Еще раз. Второй, третий аят. Маликин нас. Маликин нас. Илэхи. нас. Хорошо, да. Так, теперь давай, кто у нас будет следующий, кто хочет? Мухаммад, давай. Да. Бисмилляхи рахмани рахим. Кул ауузу бираббин нас. Только не спеши. Ещё раз. Кул. Кул ауузу бираббин нас. Маликин нас. Илляхин нас. Чё че ги? Вот эту кассурни илляхин так быстро очень ги проходит. Илляхи. Илляхин нас. Илляхин нас. Ты потянул? Илляхин нас. Илляхин нас. Хорошо. Да. Так. Теперь Ильяс. Да, я тут. Бисмилляхи рахмани рахим. Аррахим. Чуть потяни. Аррахим не рахим. Там я из долгих. Бисмилляхи рахмани рахим. Куль аузу бираббин нас. Чуть-чуть мягче. А, не аузу. А. Куль аузу бираббин нас. Да, ещё раз давай. Аузу. Аузу. А. Полностью этот аят ещё раз скажи. Куль аузу бираббин нас. А. Ну, чуть-чуть мягче всё равно нужно вот это ру. Тебе полегче как-то вот его расслабиться. А. 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 Губы вытяни вперёд. Просто вытяни и потом скажи Айн уже с дамы. Когда губы уже вытянуты. Ру. Нет, просто вытяни губы, а потом скажи Айн. Ру. 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 Не знаю. Сначала вытяни губы, а потом скажи Ру. Не знаю, у меня плохо получается. Ещё раз. Ру. Ру. Вот чтобы середина горла так нажми так его на середину. Ру. 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 Не знаю. Ру. Нужно будет потихоньку постараться, иншала будет лучше. Хорошо, давай ещё раз этот аят. Уль аузу биробин нас. Угу. Маликин нас. Да, здесь хорошо ты прочитал внимательно, потому что ты на прошлом уроке когда читал, я там заметила, ты сказал малики. Да, здесь малики, все короткие. Это в суре тальфатих, а вот там да, у нас идёт малики, а здесь малики без долгого. Малики нас. Да, ещё раз. и лягин малики нас. Угу. И лягин нас. Хорошо, мишала. Так, давайте тогда ещё тоже мы возьмём следующий аят, четвёртый. Так, сегодня хорошо справились. Но здесь внимательно вот у нас между нун и щин. Видите, мы здесь должны, мы нун не читаем чётко, а читаем такой минг шэрви и хва утаива нун. Минг шэрви луэс вэс лхон нас. Давайте минг шэрви луэс вэс лхон нас. Угу. Так, Малик давай этот аят. Какой? Ну, вот этот четвёртый тоже сам. Минг шэрви Чуть мягче и минг чуть мягче. Минг шэрви Минг шэрви луэс луэс Мушат удвоено. Минг шэрви Минг шэрви луэс вэс вэс лхон нас. Ага, ещё раз. Минг шэрви 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 Минг шэрви шэрви луэс вэс лхон нас. Хорошо. Так, Мухаммад? Минг шэрви луэс Вэс минг шэрви Как будто хочешь щин сказать, но говоришь через нос немножко. Минг шэрви Минг шэрви луэс вэс луэс луэс шэрви удвоено. Шэрви Минг шэрви луэс шэрви 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 луэс 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 да, ещё раз. Вот так, как ты сказал, это лучше. Минг шэрви Минг шэрви минг шэрви 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 Вот прям твёрдое такое. Ханнас Как будто хрип. Хан Вэс шэрви луэс шэрви шэрви луэс Ильяс нет смотри еще раз вот тут нужно не говори мин а язык вниз опусти да вот это хорошо хорошо только не вас васи а уа вытягиваем губы не вы получилось а уа 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 мягко хорошо давай весь аят еще хорошо так ну да сегодня достаточно иншаалла мы еще продолжим на следующий раз да когда будете уже читать опять же говорю эту суру которую все знают наизусть но давайте исправляем уже ошибки которые у вас есть потихоньку исправим и будете правильно читать уже без ошибок иншаалла вот если у кого-то вопроса вопроса нет нету хорошо хорошо тогда вот то что мы сегодня говорили иншалла в следующий раз спешу и будем брать что-то новое все тогда иншалла наш урок подошел концу субтанак аллахума би хамбика ашхаду ла 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 хиллэн тас хрикату али кулаху 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 али кулаху